Да, мы в эфире, я пока запустил трансляцию в нашем YouTube-канале. У нас сейчас более 1300 подписчиков, и я думаю, что всем будет интересно также посмотреть, как проходят наши встречи. А эта встреча уже особенная, потому что впервые онлайн мы собираем и стартаперов, и намадов. Интрига встречи, кого будет больше? Данил, вы себя к кому относите? К стартаперам или к намадам? Ну, получается, что намад, потому что я уже точно никаких стартапов не открываю, а еду со своим готовым ИП, и стартапом это сложно назвать. Ну, понятно. К нам Евгений подключился. Евгений, здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы себя к кому относите? К намадам или к стартаперам? Стартапер. О, у нас счет 1-1. Я себя не буду считать. Да, посередине. Не, ну я на самом деле стартапер, конечно, но для сегодняшней встречи это неважно. Будем соблюдать чистоту экспериментов. Хорошо. Привет из снежной Москвы пока что. Ага, вот, ну в чем дело. Да. Данила, вы где? В Испании? Тогда из... Нет, дождливая Германия. Ага. Слушай, ну я один пока в Испании. Ну и я в конце месяца туда поеду. Правда, только пока отпечатки сдавать. Ну вот, у нас подтверждение как раз получено в начале прошлой недели. После таблицы, да? Да, да, да. Ну вот, на моих часах. 20.00 в Испании. Мои куранты домашние несколько отстают. Они только через 5 минут. До них дойдет, что время 8 часов. На самом деле, тут тоже веселая история. Мы когда купили квартиру, и на стене висели классные настенные часы. И, наконец-то, у меня дошли руки до того, чтобы их отремонтировать. Отнес их в мастерскую, заплатил 120 евро. Вот. Я даже не смотрел, сколько стоят эти часы. Заплатил. Они все идут. С боем все классно. Но прикол в том, что они на одну минуту в день отстают. А. Вот. Я такой, ну как так? Ну я же 120 евро заплатил. Ну неужели... Потому что не при мне сделали, я неделю ждал. Или две недели даже. То есть точно можно было увидеть, что на минуту в день они отстают. Вот. Ну, носить их это очень неудобное занятие. Вот. Они очень нежные. Там нужно вот этот маятник специально приклеивать или лучше снимать. Поэтому, когда я забываю, они постепенно к концу недели отстают. На 5-6 минут. Вот. А когда я выправляю, я их ставлю на 2 минуты вперед, чтобы выравнивать. Вот. Это вот эксказистенность такой. Так, ну на самом деле уже 8-0-1, пока у нас не так много участников. Точно знают, что будет больше. Так, я сейчас в визе цифровых кочевников напишу, что мы уже начинаем. Вот к нам подключился Евгений Степанов. Я у него не спросил. Евгений, вы себя кому относите, к стартаперам или к намадам? Появляется голова Евгения. Глаза пока. Он нас, наверное, не очень слышит. А Мария? Мария – наш приглашенный гость. Она пока вообще, по-моему, по-моему, лукративе, но она ближе к стартапу. Я скажу, что Мария помогала мне организовать форум в Сагунте. Возможно, вы про него что-то читали. Ну и постепенно мы будем Марию сближать со стартап-средой, в которой она тянется. Кстати, Борис, вопрос по конференции, которая международная в Барселоне будет. Как-то еще есть вариант достать билетики не за 900 евро? Не в курсе? Уже 900, по-моему, 800 было? Ну, 850-840, ну там, да. Слушайте, Евгений, ну на самом деле это очень сложная история. И мне пришлось предложить достаточно много усилий, чтобы получить эти пригласители. И раз уж мы тут собрались в такой кулуарной обстановке, то я скажу следующее. У меня есть промокод, но я его не могу массово распространять. Вот. И, собственно, я проводил конкурс. Да, я видел. Да, да, да. Поэтому, если вы вдогонку сделали то, что необходимо, напишите мне, и я вам пришлю промокод. Хорошо, договорились. Спасибо. Я не могу гарантировать, что точно он будет работать, потому что это временная история. И чем ближе к форуму, тем вероятность становится ниже. Но пока вроде бы он работает. Понял. Если он не сработает, на самом деле есть еще план В. Я про него не буду рассказывать. По ходу посмотрим. Хорошо, спасибо. Слушайте, ну, на самом деле, я думаю, что мы можем считать нашу встречу открытой. Не так важно, сколько людей подключается. Важно, чтобы у нас получился такой круглый стол, чтобы мы могли душевно пообщаться. А это самое важное. Вот только я и рассказал, сразу люди добавились. Вот и мои куранты. Вот и люди, вот и куранты. Похоже, они ждали, когда мои часы пробьют. На всякий случай я включу все-таки еще запись. Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор ушел в небытие. Почему это важно? Потому что из моего опыта таких встреч всегда обсуждаем какие-то важные моменты, которые важны и для тех людей, которые не смогли подключиться. Поэтому пускай идет запись, пусть она вас не смущает. Я, собственно, рад видеть вас. Не важно, кто вы, цифровые кочевники или стартаперы, где вы находитесь. Важно, что вас объединяет Испания. Я хочу верить, что все желающие скорее рано окажутся в этой прекрасной стране. И мы сможем с вами встречаться и офлайн. Идея проводить такие онлайн-встречи родилась у меня недавно, буквально в прошлом месяце, потому что неоднократно я слышал пожелание, а давайте встретимся в таком городе или в другом городе. Испания все-таки достаточно большая страна, и нет возможности проводить эти встречи во всех городах. Но в то же время я уже кидал анонс, что 26 февраля организовываю встречу в Барселоне. Это будет вторая офлайн-встреча. Первая прошла здорово, там было порядка 25 человек. Опять же, я не гонюсь за количеством абсолютно. Я прекрасно понимаю, что у всех есть свои какие-то обстоятельства, но встречи проходят в душевной обстановке. Люди узнают друг друга, узнают какую-то важную информацию необходимую для их проектов, например, или для их жизни в Барселоне в частности. Или в Валенсии, если мы проводим такие встречи. И, собственно, уже одну встречу онлайн мы проводили, она тоже была полезной. Запись мы сохранили, и люди говорят спасибо большое, вижу, что смотрят. Поэтому давайте считать, что вторая онлайн-встреча у нас началась. Большая просьба чувствовать себя свободно. Это не какая-то формальная встреча, это не мой вебинар или митап или еще что-либо. Я готов, как и все, делиться своим опытом. Меня привело на эту встречу, наверное, такое же желание, как и вас, познакомиться с новыми людьми, узнать, кто как живет, кто о чем думает, кто чем дышит, скажем так. Поэтому, наверное, я бы предложил кратко рассказать о себе. Кто начнет? Кто угодно, пожалуйста. Хорошо. У нас первый Евгений. Да, выразился. Евгений Лещинский сейчас в Москве, Беларусь. Стартап-визу нам. Стартап нам подтвердили неделю назад, полторы почти. По умным системам ирригации в сельском хозяйстве, смарт-контрол. Вот, соответственно, один из наших учредителей, он в Испании уже находится на Мадвизе, но делает переход на стартап, уже сдал отпечатки и прошел. Вот я второй и третий человек еще в Москве, и собираемся в ближайшее время там появиться в Испании, вот, получить документы. И заниматься именно этим направлением и направления, рядом стоящие. То есть это инженерка, сельское хозяйство, автоматизация. Вот. Пока так. Евгений, сразу скажу, что у меня есть знакомый, который в районе Ликанта запускает свой сельскохозяйственный стартап. Он выступал у нас на форуме. Если вы мне напишите в Телеграме, то я скину его контакт. Сергей Иванов. А, Сергей Иванов. Угу. Хорошо. Побеседуем. Проект называется SunProtein. Как еще раз? SunProtein. А, SunProtein. Угу. Угу. Вот. У меня есть контакты очень интересного производителя. Это не автомобильные присадки, но концентрат удобрений для сельского хозяйства, которые показали и зарекомендовали себя очень высоко. Они производятся, правда, в Беларуси, но из торфа. И, в принципе, эту технологию можно перенести в производство в ту же Испанию. Вот. И в том числе монетизировать. Вот. Ладно. Спасибо. Угу. Ну, на самом деле, это важно. Я выступаю как связующее звено, потому что я с очень многими людьми и проектами общаюсь. И, соответственно, мне очень хочется, чтобы такой пазл складывался. Да, да, да. Такой системы, чтобы вы могли сами друг с другом знакомиться, это пока сложно реализовать, но, по крайней мере, хотя бы через меня. Поэтому напишите, скину контакт. Замечательные люди, очень интересный проект. Они его точно реализовывают. У них в России очень серьезные обороты. Но в Испании, я думаю, будет еще лучше. Тут климат лучше. Спасибо большое, Евгений. Кто следующий готов рассказать о себе? Давайте я расскажу. Давайте. Меня зовут Артем Чепцов. Значит, родом из Челябинска. Там и земляки с вами. Да, я знаю. Вот. Значит, стартап. Давайте, может, я могу коротко экран показать. Пожалуйста. Да, такая возможность есть. Ой, что это? Так, видно? Да, видно. Значит, в самом деле, цифровая платформа для организаторов спортивных соревнований, значит, мы ее в России еще начинали развивать, собственно говоря. Значит, поэтому это в определенном смысле такой вот релокация идеи, в том числе, которая там уже была попробована. Значит, идея очень простая. То есть, если мы опускаемся ниже уровня национальных и международных соревнований, то для организаторов основной инструмент – это, грубо говоря, Excel-блокнот. Либо это какой-то самописный такой софт, который что-то делает, что-то не делает. В общем, и мы решили каким-то хорошим, профессиональным, удобным решением, то есть, вот предложить это такому массовому организатору, который не лондонский марафон, он сам все это сделает для себя. А вот, ну, в том числе, там, допустим, Iron Man, вот, на определенном уровне уже тоже как-то, в общем, на Excel и так далее и тому подобное. То есть, городские какие-то мероприятия. Ну, и вот, Ениса нас одобрила в середине лета, на самом деле. Значит, в середине декабря у нас появился первый клиент сейчас в Испании. И, значит, мы пока вот в такой, грубо говоря, стадии запуска находимся. У нас даже чуть начало поджимать, потому что мы не планировали до января клиентов привлекать. Ну, в общем, как-то вот с потребностями люди вторглись в наш процесс и, собственно говоря, вот таким образом нас тут пододвинули к тому, чтобы уже двигаться дальше. Ну, и, естественно, там, значит, мы хотим предоставить какой-то набор достаточно развитых сервисов, которые впоследствии сделать более интеллектуальными. Ну, и вот у нас сейчас просто небольшая, там еще такая интересная вещь идет, что мы в первую очередь ориентированы, конечно, на циклические виды спортов. К нам пришли игровики. Сказали, ну, блин, то есть, а вот под нас вы можете? Ну, вот поэтому тоже адаптируемся под них в том числе и хотим изменить концепцию взаимодействия различных участников. То есть у нас организатор, участник соревнований, спонсор, волонтер, там, зритель, они взаимодействуют через организатора по такой, по схеме звезда. Да, наша идея все-таки сделать платформенное решение, чтобы все там взаимодействовали, собственно говоря, со всеми, то есть и не замыкалось это все дело на организаторе. Вот, грубо говоря, какие-то основные, может быть, мысли по этому поводу. Так что, значит, если у кого-то есть идея организовать какие-нибудь спортивные соревнования, или кто-то в том числе может подогнать нам каких-нибудь в данном случае потенциальных организаторов, то, в общем, мы будем рады на самом деле. Ну, видимо, все. Спасибо за внимание. Я сходу могу сказать, что я знаю проект Double Bag, Double Bag, в общем, он организовывает турниры по теннису, по падалю, и вот они на этом специализируются, создали мобильное приложение, у них тоже есть уже клиенты. Вот, если интересно, то тоже могу дать вам контакт, может, пообщаетесь. Да, ну, кстати, Испания оказалась, значит, один из проектов, который там, площадка для, по-моему, сквоша, вот, поиска, значит, аренды площадок и, собственно говоря, вот, поисков партнеров, то есть привлекла гигантское количество просто-напросто инвестиций. Ну, это все дело, один из испанских проектов. Любым контактом в сфере интересов, естественно, буду рад. Артем, у меня есть близкий знакомый, он занимается организацией турниров по тэквондо в России и странах СНГ, ну, и каких-то еще турниров, но это спортивная борьба в этом контексте. Могу дать контакт, пообщаетесь, какие-то точки соприкосновения вполне могут быть. Может быть, да, на самом деле, потому что, конечно, это, в общем-то, не то, чтобы наш профиль, но мы тут уже поняли, что, в общем, вот не только циклические виды спорта, на которых мы были там заточены изначально, нуждаются в чем-то подобном. Вот, но мы поэтому все равно уже начали, то есть, и функционал как-то расширять, вот, по этому поводу, так что вот. Ну, давайте. А вы сказали, что к вам пришел первый клиент, он из какой страны? Из Панины. Круто. Слушай, ну, если вебеты сами к вам идут, то грех от этого отказываться, надо развиваться. Это хороший сигнал. Да, вот мы тоже, собственно говоря, почесали репову, не совсем наш профиль, но решили, что надо все-таки как-то хвататься, потому что у нас висела там демо-версия сайта, вот, ну, когда мы в Енису подавались, то есть у нас MVP уже был, то есть мы сделали для Европы демо, но вот пока не рабочие. Ну, она, в общем, так или иначе как-то сработала по этому поводу, поэтому отказываться, собственно говоря, как оказалось, грех. Вот, ну, вот, и мы начали как-то уже вот подстраиваться под окружающую обстановку. Ну, вот, что еще хотел сказать, там, пару слов, может быть, о себе, то есть моя основная, то есть роль в стартапе – это product owner, то есть product owner, project manager. То есть моя карьера – это карьера профессионального менеджера проектов, поэтому, в общем, в этом смысле у меня там всевозможные регалии этого мира собраны, то есть, и, значит, вот мне интересен, конечно, вот менеджмент, в первую очередь сейчас в технологиях интеллектуальной цифровизации, чего бы то ни было. Ну, вот остальное, думаю, что уже можно как-нибудь в оффлайн-встрече, на которую я никак не могу попасть, вот все время, то есть у нас в противоанфазе, у нас, значит, получаются какие-то мероприятия. И здесь тоже я увидел эту Барселону, думаю, ядрем Батона, мне как раз нужно будет уезжать. Ну, вы сейчас в Барселоне как раз или все-таки в Чайлице? Нет, я сейчас в Бланисе, то есть, в общем, вот, пока место обитания – это Бланис, на север от Барселоны, километров 60, по-моему, но в провинции Барселона, ну, в смысле Бланис-то уже это же Рона, но, в общем, сам стартап в Барселоне. Слушайте, ну да, но я встречу приурочил как раз к Mobile World Congress, потому что я в прошлом году там буквально два часа побывал, краем глаза посмотрел, увидел, что там очень много всего, в этом году я планирую увидеть гораздо больше, правда, все равно на один день, потому что график очень насыщенный у меня. Утром приеду, вечером уеду, заодно еще проведу встречу, увижу со всеми, кто сможет прийти на нашу встречу оффлайн. Вот, ну, мне кажется, что за один день, на самом деле, можно все увидеть, потому что, ну, вот, из моего опыта в первый день все самое интересное. Дальше уже появляется какая-то специфика, и совершенно не обязательно там оставаться. Ну, Артем, я надеюсь, что это не последняя встреча, мы с вами в итоге соединемся в какой-то точке. Да, да, я тоже в этом уверен. Сейчас уж мы с вами в Челябинске не пересеклись, значит, они просто обязаны. Действительно, я вот тоже так думаю. Супер, спасибо большое, очень интересно. Кто еще хочет рассказать о себе, о своих проектах? Давайте я расскажу. Да, Алексей, пожалуйста. Да, всем еще раз привет, Алексей Бахаев, живу в Москве, как раз в тему Mobile World Congress представитель отрасли связи и IT. Мы сейчас пока на этапе выбора проекта, с которым мы пойдем на стартап-визу, ну, планируем подаваться по этой тематике где-то ближе к концу весны. Так что сейчас пока на этапе изучения того, что нам нужно, какие документы там собрать, готовим все материалы, и пока внедряемся в тематику стартапов Барселоны. На самом деле, вот этим внедрением можно заниматься достаточно долго, но вот я от себя абсолютно искренне рекомендую ускориться с изучением, потому что что будет в мае, никто вообще не знает. И вот, может быть, видели, я размещал видео на нашем канале о том, что сменился директор Ениса, и все это не случайно. То есть предыдущий был 5 лет. Скорее всего, ему год назад выпала честь проводить вот эту всю модернизацию. Сказали, что ты в этом разбираешься, поэтому давай тебе и разгребать. Прошел год, он сказал, что, ребята, я сделал все, что я должен был сделать, и сейчас пришел новый, который что-то будет дальше менять. То есть это какая-то стратегия, просто про которую мы не знаем. И, соответственно, быстро они не поменяют, но вот мой прогноз и прогноз моей команды, что к мае, к апрелю, может быть, к концу апреля, к маю что-то может измениться в проверке бизнес-плана. Поэтому, если есть возможность, лучше, вот пока еще оно работает по текущим правилам, получить подтверждение хотя бы одному фаундеру, а все остальные пускай собираются в мае, когда захотят. Хорошо, спасибо за совет. Коллеги, опять же, если у вас есть какое-то другое мнение, пожалуйста, выразите его, может, вы считаете по-другому. Новый директор, он с какой отрасли? Я просто статью видел, что приходит, но непонятно, что за человек. Я по памяти скажу, что он отвечал за борьбу с COVID-19 в Испании. Он баллотировался на пост мэра какого-то испанского города, но не победил и был каким-то представителем в правительстве. То есть, что он точно будет делать, ну, совершенно непонятно. Поэтому надо ждать и лучше всего успеть податься до каких-либо изменений. Мы все помним, что год назад, в апреле, эти изменения шандарахнули. Вот, и там, не знаю, понадобилось три месяца, наверное, чтобы понять вообще, что к чему и как это все работает. И то, по самом деле, от кого длились. Да. Ну, я вот подтвердю, потому что мы попали как раз в период изменений. Вот, и мы подавались в первых числах июня. Вот, но в том числе мы планировали податься чуть раньше, но нам пришлось пару раз переделывать то, что мы готовили. Потому что Ениса сначала что-то одно там, сначала вообще ничего не было, мы готовились к одному, потом что-то появилось. Значит, мы начали как-то к этому подстраиваться, потом они что-то доработали, пришлось и нам еще раз это изменить. Но вот получилось так, что кто там чуть раньше подался, те вообще увязли, значит, вот в этот переходный период. Вот, ну, вот где-то вот с нас, по-моему, они там как раз уже пошли по какой-то программе. Поэтому, ну, мне кажется, вот совершенно точно, когда есть какой-то накат и стабильность, надо этот момент ловить. То есть, потому что в процессе изменений там требования становятся непонятными и непонятными процедурой их применения. Давайте я еще тоже добавлю, просто, Артем, мы с вами где-то примерно в одни даты там подавались, мы тоже где-то в июне как раз в первых числах подались. И так с трепетом смотрели, наблюдали там за ребятами, которые в этот период межсезонья, так скажем, в период изменений попали. Это там кто-то по три, по четыре, по пять, по шесть месяцев все это считали. Я думаю, боже мой, а сколько нам этого ждать? И вот мои сроки были где-то в районе, по-моему, 45 дней тогда. То есть я подал в июне, 28 июля получил разрешение. И чтобы вы понимали, моя команда уже заехала, самый короткий срок одобрения был 17 дней. 17, а люди, если сидят, ну, 7 месяцев, посчитайте, 210 дней. Это, ну, это надо терпения набраться. Ты сидишь, у тебя шенген весь просрочен, там с ума можно сойти. И, ну, конечно, это и так-то стрессовое дело тут, не дай бог, попасть в такое, в такую переделку. Ну, да, я тут тоже, Борис, с Борисом согласен, что лучше пока, хотя бы более-менее правила понятны игры. Если какая-то набралась статистика, надо это ускориться. Слушайте, я хочу сказать, что примерно вот за час до нашей встречи пришло подтверждение по одному проекту, но дело даже не в проекте, а в фаундере. У него прямо очень сложный путь был к стартап-визе. То есть он попал на период перемен, но как бы перед ним. Ну, в общем, его проект, там, что-то не понравилось. Он не совсем уж и стартапер был. Он выехал, и потом он не мог вернуться обратно в Испанию, потому что семью он оставил в Испании. И он 9 месяцев пытался получить шенген. Оказалось, что его занесли в какие-то черные спивки по ошибке. Он дважды подавал, и ему приходил отказ. Он разобрался с этим. Его, наконец-то, из этих черных списков удалили. Он еще раз подал на шенген. И, в общем, наконец-то, вот через 9 месяцев ему этот шенген дали. Он заехал. Мы подали его проект. Он уже там перестраховался. По-моему, еще и на Номада на всякий случай подался. И вот сегодня пришло подтверждение. То есть у него весь процесс вообще год занял, по факту, из-за вот такого вот шенгена. Но в любом случае, какой вывод можно сделать, что все, кто хочет приехать в Испанию, в итоге приезжают в Испанию? Ну, сейчас с визами полегче стало. Ну, главное, список какой-то не попадать. Да-да. Я вот сегодня услышал, что в Казани вроде бы открыли испанский визовый центр. Поэтому можно сделать вывод, что Испания заинтересована в том, чтобы к ней приехало как можно больше и туристов, ну и как следствие и стартаперов, и Номадов. В Москве сейчас очень легко выдается, без всяких помогаторов, минимальные сроки. Очень удобно стало. А там какой-то срок сейчас выдают? Ну, я на три месяца взял. Ну, получилось. Была виза на путешествие летом, как раз там на три недели давалось. И в декабре я подался, с конца января мне на три месяца дали. Но я подгадывал, что к этому времени будет уже результат по стартапу одобрения. Надеялись на одобрение, естественно. Вот. И как раз в начале февраля его получили. И у меня с начала февраля виза уже действующая на три месяца есть. То есть у меня пока все по срокам хорошо идет. Какое обоснование просили на три месяца? Туризм. Просто туризм. Показывал Мадрид, гостиницу и самолет. Все. Супер кейс. Кстати, тоже интересный вопрос. Вот тот, кто еще не приехал. В каких городах вы планируете жить? Вопрос до сих пор не утвержденный. Один из фаундеров у нас это Вавьеда, север Испании. Прекрасный, спокойный, тихий, недорогой город. Но есть там и плюсы в развитии и поддержке в регионе. Но, скорее всего, я склоняюсь к большим городам. Это или Мадрид, или Аликанто-Барселона. Пока не знаю. Ну, разброс большой. Большой? Да. Мы пока планируем где-то в районе пригорода Барселоны, либо сама Барселона, как получится. Кто-то еще поделится? Давайте я про Барселону расскажу, если вы планируете сюда, порекламирую. Ну, подожди, подожди. Я хочу узнать мнение еще других людей. Кто-то сейчас как зарекламирует Барселону, и все, все в Барселону. Нет, ну вот на самом деле я-то уже живу, но у меня еще нету постоянного понимания, значит, где осесть. Вот я сейчас планирую все-таки попробовать Мадрид. Значит, я живу на побережье, то есть прямо, можно сказать, на первой линии около моря. Но вот Мадрид мне очень понравился как город, поэтому у меня есть идея следующее жилье сейчас попробовать в Мадриде и посмотреть как там. Но, в общем, в любом случае, я думаю, что мы там довольно много проехали и север, и южнее, то есть и центр. Поэтому у нас основные поиски были, это район Бильбао, страна Басков, Мадрид, и вот Барселона севернее, и там до, видимо, ну, наверное, Валенсии. Вот, и основное, куда мы сейчас все-таки, вот, это либо вот севернее Барселоны, Барселона и севернее, вот номер один, предпочтение второе, это посмотреть, как будет в Мадриде, потому что там везде свои есть плюсы и минусы. Супер. Дам все-таки возможность еще нашим участникам Евгений Степанов, Кирилл Кузнецов и Родриго. Поделитесь, где вы живете или планируете жить в Испании? Приветствую всех. Уже переехал с сентября 6-го в Барселоне, вот, все нравится. Привык ко всему, не знаю, в магазинах, все, как дома. Цена вполне устраивает. Спасибо. Добрый вечер. Меня слышно, да? Да, так, Кирилл. Я выступаю в качестве, наверное, присоединительной команде, как UX, UI дизайнер продуктовый, а собираюсь жить либо в Валенсии, либо в Барселоне. Скорее всего, мы с супругой играем более спокойные города, но с активной стартаперской такой движухой. Я слышал, Борис очень много говорил о Валенсии в этом плане, в позитивном. Поэтому очень даже рассматриваем. У нас сейчас будет жесткая схватка с Александром Куликовым. Он за Барселону, я за Валенсию. Нет, абсолютно. Я просто расскажу немножко тоже в своей кейсе за вот эти недели-две. Мы очень активны, очень просто здесь встречаемся с людьми. Ну, причем таких вот уровней. Там, директоров, топ-менеджеров, которые по разным причинам приехали. Здесь там развивают стартапы, инвестируют, там просто живут. И, ну, я просто помню, как в Москве это было все сложно, как здесь это стало все, ну, как-то просто. То есть есть такая, ну, видимо, мобильная выборка этих людей, которые поменяли страну, ищут комьюнити, ищут, да, но выстроят какие-то процессы, новые связи выстраивают. Ну, понимаете, да? И мы с Андреем, он был, ну, как бы директором там крупного такого холдинга, мы так запросто договорились о встрече, поговорили, какие-то точки соприкосновения нашли, и это, ну, не единичный такой вот случай. Ну, в этом плане, как бы, я смотрю еще там другие сообщества, ну, такие специализированные там по спорту, допустим, там, айтишные чисто вот эти темы. Ну, я не знаю, если в день там не добавляется по 5-10 новых человек, наверное, это, ну, такого дня не проходит. То есть очень много людей потихоньку выбирает, выбирает, и люди такие все очень интересные, у всех бэкграунд такой интересный, все сильные. В этом плане, конечно, ну, вот эти центральные города там, по моему ощущению, там, Валенсия, Мадрид, Барселона сейчас, ну, и вообще, наверное, европейские страны, которые как-то готовы принимать таких активных людей, ну, невероятно выигрывают от этой всей ситуации, с этими программами, по стартапу, по наманду. Суперкомьюнити, конечно, очень сильно, но очень легко договариваться. Говорю, что очень многие барьеры уходят, люди тоже вот в этой неопределенности стараются обрасти вот этими новыми связями, и это, ну, совсем другая, как бы, история. То есть всех эти переезды будоражат, встряхивают, и это, конечно, ну, такое время момента. Ну, и это вот мое такое ощущение, я не знаю, может быть, там, Борис, у вас все чинно, благородно, спокойно, в Валенсии, как всегда. На самом деле, да, как-то так сложилось, что люди из Москвы выбирают Барселону, а люди из Питера выбирают Валенсию. То есть понятно, что есть исключения, но вот в Валенсии я знаю прям очень-очень много людей, которые приехали именно из Питера, а в Барселоне очень многие из Москвы. Почему так, я не знаю, и я вообще не из Питера и не из Москвы, но мне нравится Валенсия, это правда. Вот, и тут даже не нужно уговаривать, рассказывать. Вот Александр в начале января приезжал в Валенсию, мы с ним встречались, и вот он сам сказал, блин, я же не знал, что Валенсия такая красивая. Вот, там здорово. Поэтому выбирать вам, конечно, но у меня есть один корыстный вопрос. А по какому принципу вы выбираете город? Вот я хочу понять вот эту вот суть, почему Барселона, почему Валенсия, ну окей, комьюнити, ну комьюнити можно даже и онлайн подключаться, в конце концов. Вы же вряд ли будете на каждую встречу приходить, таких встреч на самом деле достаточно много в той же Барселоне проводится. Поделитесь своими мыслями. Ну, у меня есть некий список критериев. Нужно, чтобы расстояние плечо до международного аэропорта было приемлемым на самом деле с точки зрения добраться, причем любым транспортом, то есть автомобильным, либо общественным. Вот фактически поэтому мы там сузили круг до, как бы говоря, окрестностей Барселоны и Мадрида. Потому что так или иначе, все-таки вот поездки туда-сюда, они пока еще составляют существенную часть жизни, и в данном случае это требуется. Следующее критерие – это, наверное, наличие просто-напросто бытовой инфраструктуры тоже вокруг, потому что я там с удовольствием смотрел на объявление о сдаче жилья, то есть сдается там 500 метров за 500 евро, дом, в деревне живет 80 человек, есть лавка, которая работает, видимо, во вторник, но в 15 километрах в городе с магазинами все в порядке. Вот, ну поэтому вот такое не подходит на самом деле. А дальше, значит, вот возникает некий вопрос вообще для меня там в природе, то есть какова она? То есть мне вот хочется видеть там зелень горы на самом деле, поэтому вот я это здесь вижу, а в каких-то местах нет. Ну и самое последнее, то есть очень важное, то есть это все-таки ощущение непосредственно от места. Его ничем невозможно заменить и какими-то теоретическими изысканиями, то есть или там статистическими данными. То есть вот когда на месте я нахожусь, я там могу сказать там нам с супругой, ему сказать, о, вот это нам нравится, вот мы здесь готовы там жить длительное время, а здесь вот ну не хотим на самом деле. По каким причинам, неизвестно, вот, но что-то не пускаем. Вот у меня список основных критериев такой на самом деле. Спасибо. Кто еще готов поделиться критериями выбора города? Я могу, не знаю, не против. Я как раз просто из Питера, и мне тоже больше с супругой понравилась Валенсия. Мы как-то вот в Барселону прилетели и заселились в такой городок Ларид-де-Мар. Там он тоже на севере от Барселоны. И что-то он такой вот прям совсем туристический, грязненький, нам как-то не понравился. Барселона, она сама такая очень тесная, улочки очень узенькие. Ну вот, а потом мы прилетели в Валенсию и вот оказались недалеко, собственно, от парка там. И там какие-то такие улицы пошире, посвободнее, детских площадок очень много. То есть как-то вот показалось, что она, по-моему, поприятнее, да, и по парку просто прогулялись, прошли. Вот нам понравилось. Наверное, будем ориентироваться на Валенсию или какие-то там вокруг спутники. Такие у нас критерии были. Ну, погулять, посмотреть, детские площадки с ребенком посетить. Данил, я очень рад вашему выбору. Потому что действительно в Валенсии в Валенсии удивительным образом сочетается и старина, и современность. То есть этот город, который очень плавно, эволюционно развивается и модернизируется. И это видно. То есть видно, какая классная архитектура, например, в том же городе наук и искусств. Когда там оказываешься, там прямо дух захватывает. Настолько там красиво, современно. Я даже не знаю, какие еще эпитеты подобрать. Вот. И в то же время, когда ты заходишь в старый город Валенсии, он тоже поражает. Очень красивая архитектура. Даже изысканная, можно сказать. Но она не давит на тебя. То есть этот город не подавляет, а он как будто тебя приглашает. Посмотри, какой я классный, насладись вот этой всей красотой. И я себя чувствую там не каким-то маленьким человеком на фоне громадин, а вот я себя чувствую как бы на равных, что ли. Мне это очень нравится. То есть все это достаточно демократично. И хочется ходить, просто наслаждаться красотой этих всех зданий. Да, да, соглашусь. То есть прям очень симпатично. И даже сейчас когда-то какие-то фотографии или еще чего-то, там ролики смотрим из Валенсии, прям такие, ох, когда же мы туда скорее уже приедем еще разочек. Нам очень понравилось, да. Это вот первый раз, когда нам удалось выбрать город до переезда. Это здорово. Я думаю, что Питер просто наносит травму тем, кто там долго живет. То есть потом требуется компенсация. То есть такой посттравматический синдром туда, где солнышко побольше. Ну вот, нет. Покували, тоже много солнца. Мы пока были в Валенсии, умудрились, дождливый день там одна... Единственный. Наконец-то, родные его приманили. Больше дождей не было, серьезно. В начале января, да, да, там был дождик, мы его нашли. Игорь, из критериев... Да, да, пожалуйста, кто-то начал говорить. Да, Евгений, у меня из пока первоначальных основных критериев это задача, это налаживание бизнес-процессов, бизнес-связей. От того, где их проще всего сделать, я, скорее всего, и буду опираться. А уже вторым этапом буду присматривать место для жизни и переезда семьи. Пока так. Поэтому, скорее... Ну, это большой город, Валенсия или Барселона, или Мадрид. Пока не знаю. Вот хотел сказать про нашу деревню. Меня зовут Артем. Вот, я из провинции Костейон. У нас, да, небольшой город, 26 тысяч жителей. Мы живем уже несколько лет, почти три года. Нам нравится. У нас первый объект мы купили в 18-м году. Еще начали... Ну, в процессе миграции начали иммигрировать, собирать документы, вещи, и в 21-м году переехали сюда. Вот, но жили по полгода. Нам понравилась доступность офигенная к большому городу. То есть мы прям посередине живем. У нас в Бени-Карло, город, забейте на карте, посмотрите, между Валенсией и Барселоной, Барселоной прям посередине. У нас скоростные поезда, как Сапсаны, ходят 300 км в час. Час езды до Барселоны, час езды до Валенсии. Две скоростные трассы АП и М-342, которые по побережью проходят. 120-130 км, пожалуйста, доехал. Вообще быстро. До Валенсии там час с копейками, до Барселоны. Дальше. У нас аэропорты, 4 аэропорта. Это Ареус, это Барселона, это Валенсия, это Костейон. То есть доступность офигенно. Смотрят, где дешевые билеты, поехал там 30-40 минут, и на поезде час, все, на автобусе там, ты доехал. Плюс проблема с парковками у нас ее нет. То есть небольшой город, поставил машину там, 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 вообще без проблем. У нас есть Макдональдс, KFC, Burger King, ну для детей, то, что нужно там, всякие какие-то развлекательные центры, кинотеатр. Это все в городе 26 тысяч жителей. Да, у нас 450 отелей, линия 7 км в одну сторону, 7 км в другую сторону. у нас, сейчас, секунду. Итем пошел пересчитывать отель. Нет, нет, я просто на улице мотоцикл проехал, я просто на улице прям сейчас вот на лавочке сижу, у птички, все окей. Вот. У нас Олимпийский бассейн 50 метров, у нас есть три стадиона, для легкой атлетики огромный стадион, у нас есть татами отдельно для Айкидо, у нас есть баскетбольный стадион, волейбольный, отдельный, все комплекты, ну комплексы. Мы жили в Москве в Академическом районе, у нас такой офигенной инфраструктуры не было, как у нас в небольшом городке. Магазины Кэрри Форошан, Меркадон, Лидл, вообще без проблем, все есть. Отели, 450 отелей, там от 5 звезд до единицы, да, много их. То есть у нас замок тамплиеров. Доступность офигенная, честно. Вот мне нравится, да, спокойно, мы в деревне захотели потусить, вот мы летом поехали охладиться, в августе жара в Испании, доехали до Норвегии, до Северного полюса, там до этого, ну до отметки, которая, полярный круг и обратно. То есть здесь, 10 тысяч км, 5 тысяч туда, 5 тысяч обратно и все. И все, живя в своей деревне, на центре жизненных интересов в деревне, вот, доступность офигенная. Мы уже полуиспании проехали, да, там до Кадиса, Морбея, вот так вот и назад. Сейчас на каникулах опять куда-то поедем. То есть, я рекомендую жить в небольшом городе, почему? Освоиться, посмотрите, если вы работаете удаленно. У меня, вот зато у меня есть личный хестер, свой у меня бизнес мы ведем здесь, у нас адвокат есть, в любой момент могу прийти, это цены ниже гораздо, да, медицина, например, у нас, сыну мы делали зуб, без страховки, дали 100 евро за пломбы 400 зубов, то есть 25 евро зуб в среднем обошел, то есть цены на какие-то услуги офигенные, квартиры, к примеру, стоят у нас, да, у нас туристический сезон, квартиры стоят 150-200 евро в сутки, но сейчас можно взять вне сезон, а аренда с сентября по май за 350 евро, вот на такой темной идеалисты 350-400 евро в месяц аренда квартиры, это первое, если на длительный срок 500 евро офигенная квартира, реальная будет в нормальном, ну, как бы, вместе, вот, вот преимущество небольшого города, если вы работаете удаленно, захотели потусить, целый, целый, ну, день работаете дома, потом пошли на пляж, отдохнули, поехали там, на выходные, в субботу, сейний большой город, потусили там, вернулись домой, все, у вас все круто, вы не живете, проблемы там, ну, больших городов, проблема обычно, там, воры, это мигранты, это проблема с пробками, то есть у нас этого нет, то есть у нас был один раз, вот в подскошем случае последний, у нас был один раз, год-полтора назад, какой-то нападение там на девушку, типа ограбил, какой-то чувак там, приезжий, его нашли, депортировали, скандал, люди вышли на улицу там, 600 человек вышел на митинг, к мэрии, что за проблема, мы же хотим жить в городе нормальном, у нас мэр выделила деньги, тут мэрия выделяет деньги для полиции, нанимает национальную полицию, маленькую, ну, городскую, муниципальную, еще выделила на двух сотрудников, у нас раньше было там, пять сотрудников, сейчас у нас семь сотрудников полиции, да, то есть мэрия выделила еще зарплату на двух сотрудников, и у нас нету проблем, то есть у нас была проблема один раз, украли там у кого-то, кто-то, кто-то приезжий там ребята, да, и у приезжих там мигрантки тоже украли, вот, все, у нас нет с кражами, с воровством, вот такая у нас фишка маленького города, то есть марокканцы до вас не добираются? У нас они есть, но это такие, наверное, марокканцы, которые живут здесь, которые испанцы, то есть, которые под 200 лет живут, то есть это те, которые, наверное, они ходят иногда, да, замотленные, как мы говорим, да, а как город называется сейчас, все, Артем, у нас провинция Кастейон, город сам Кастейон побольше, это 300 тысяч жителей, там троллейбусная линия, единственная троллейбусная линия в Испании, где троллейбусы, экология, все круто, а мой город называется Бени Карло, это провинция Кастейон, между Барселоной и Валенсией, замок тамплиеров, это второй по посещаемости замок в Испании, с туристов много приезжает, инфраструктура огонь, да, там есть парки всякие, национальный парк, заповедник, огромная территория, да, там нельзя строить, ничего, можно булять, на велике кататься, то есть здесь инфраструктура классная, вот у нас в провинции Кастейон, не индустриально, то есть мало производства всяких, да, там нету, там в основном апельсины, эти салатики растут, там вот такое, там оливки и все. Все нашел на карте, спасибо. Ну и собственно, Артем, я за тебя скажу, приезжайте в гости, да, на плантацию, давай, сам подхвати, расскажи. Да, мы сейчас ждем лицензию на высадку растений, мы открываем питомник, у нас есть земля, мы построили офис, мы купили два морских контейнера, мы часто легализовали, там все делаем, это дорого все стоит, ребят, честно, ты инженеры там, ну это архитектор, это в Испании, это очень дорого, это около, ну, почти 20 тысяч евро будет стоить, прямо, легализация там стройки какой-нибудь, да, это минимум, это реально дорого. У нас есть земля у моря, там 195 метров до моря, Ленина, мы попадаем в нашу зону, и мы из этой земли сделали, сейчас сделаем, вот ждем лицензию на высадку, мы сделали питомник для растений, то есть мы на этой земле будем выращивать, у нас треть гектара, 120 тысяч кустов лаванды для экспорта, то есть мы в горшочках цветы будем сажать, и там полугодовало, годовало, двугодовало растения будем продавать, ну, вот на Северную Европу, здесь бесплатное солнце, пожалуйста, капельное орошение, автоматика у нас стоит, мы все построили, сейчас ждем только документацию, там паспорт растения получим, все, будем экспортировать. Второе, мы будем одни из первых, кто будет заниматься выращиванием в промышленных масштабах марихуаны, мы хотим добиться легализации, то есть мы ждем, когда легализуют в Испании марихуану, и будем в медицинских целях выращивать от 100 тысяч кустов марихуаны, но не для курения, у нас план такой, мы будем делать из нее дистилляцию, потому что у нас будет свой дистиллятор, мы же лавандой будем заниматься, поэтому дистиллятор будет у нас работать один раз в год, месяц, там, когда будет летом урожай, когда будем стричь, а все остальное время будет дистиллятор свободный, мы его будем использовать для медицинской марихуаны, для выжимки высокого уровня КГТ, но мы ждем, когда ее легализуют, я не знаю, когда легализуют, может быть через год, через два, через пять лет, может никогда не легализуют, пока мы занимаемся лавандой, лаванда, если легализует нам марихуану, в течение двух недель переезжает на другое поле, мы сейчас ведем переговоры, мы докупаем землю, еще мы хотим купить 8 гектар земли и выращивать там лаванду в грунте, то есть у нас такая, ну, такая стратегия, выращивать в питомнике растения для продажи в горшках, одна штука, и вторая штука, это мы хотим выращивать лаванду в грунте, для дистилляции, для масла, ну, для перепродажи, то есть вот такой у нас план, мы вот обычные фермеры, стартаперы, инноваторы, дом у нас из контейнеров, ну, не дом, это офис по документам, там даже у нас есть джакузи, мы даже поставили себе в офисе, почему бы нет, если могу поставить джакузи в офисе, дети там приходят, отдыхают, да, пожалуйста, все четко, все официально, при том, все документировано, вот так. Очень круто. Надеюсь, что я смогу до тебя все-таки доехать в ближайшее время, чтобы насладиться, если не джакузи, то хотя бы просто посидеть под твоими пальмами. Супер. Кто еще может рассказать, по каким критериям выбираете город для жизни, и какой город? Да, Евгений, пожалуйста. Вас не слышно. нет, по-прежнему не слышно. Надеюсь, да, это хороший способ перезайти, может быть, станет лучше. на самом деле, вот в чем заключается корыстность моего вопроса, по каким критериям вы выбираете город, потому что я со своей командой начал создавать платформу для релокации стартапов. И в основу я хочу положить как раз выбор города, потому что я общался тоже с очень большим количеством стартаперов, и, как правило, нет четких критериев для выбора того или иного города. Почему туда? Ну, там море есть, но море много где есть. Или, ну, там вроде жилье недорогое, оно много где недорогое. Почему именно вот эту локацию? Окей, есть комьюнити, комьюнити тоже в разных городах есть. И, собственно, вот я хочу собрать реальные критерии в одном месте для того, чтобы не просто люди могли выбирать по этим критериям, но и в том числе по мерам поддержки муниципалитетов, муниципалитетами, извините, стартапов. Скажу проще. Ты выбираешь город, в котором бы ты хотел жить, потом ты выбираешь город, который лучше всего подходит для развития твоего проекта. И, соответственно, когда вот эти два фактора, два набора факторов совпадают, ты можешь осознанно выбрать тот город, который тебе лучше всего подходит. Или ты будешь понимать, что вот в этом городе лучше жить, но для развития стартапов это немного хуже, или наоборот. И плюс я хочу там же разместить всю информацию в мерах поддержки, потому что сейчас она труднодоступна, ее очень тяжело найти, очень тяжело этим всем воспользоваться. И плюс я сюда добавлю сервис одного окна, чтобы было, релокация была как можно более удобной, мягкой, чтобы не было такого, блин, как мне взять ситу, а как мне прописаться, потому что все это очень разрозненно. Это то, что касается релокации. А на самом деле, когда вы переезжаете, у вас возникает еще миллион вопросов, не знаю, как найти врача, в какую школу ребенка направить, кто может сходить, там, не знаю, в мэрию решить какой-то вопрос, где арендовать жилье, очень много вот этих всех вопросов. Откуда я знаю эти вопросы? Я создал городское сообщество своего города, Сагунта, там сейчас 198 участников, я его создал относительно недавно, и прямо вот люди стали добавляться, потому что тоже есть потребность объединяться и обсуждать какие-то вопросы, и плюс ты всегда можешь обратиться к более опытным жителям твоего города с вопросом, а как сделать то, а куда пойти, даже банально все обсуждают, а где дешевле, там условно, где дешевле продают газовый баллон, вот где ты, как ты это узнаешь? Там скажут, вот на такой-то заправке, вот туда вот пойди, там условно в такой-то день их продают дешевле, этой информации нет в интернете, ты ее не найдешь, это приходит с твоим опытом, а так этот опыт, получается, он делится на всех и жить становится удобней. Собственно, вот такой сервис я хочу создать, потому что ничего подобного я в Испании не видел, и я прохожу ровно тот же самый путь, что проходит большинство, я тоже все узнаю, и для чего я создаю в том числе сообщество, чтобы самому находить ответы. естественно, я тоже делюсь информацией, но жить с таким сообществом гораздо удобнее. Ну и на самом деле находишься друзей, ты говоришь, я иду гулять со своим сыном, кто хочет присоединиться, кто-то пишет, я готов, моему ребенку столько-то лет, ну все, пошли вместе погуляли, в секции вместе ходим, это очень классный, объединяющий фактов, что ли. Вот такая история. Борис, классный сервис, а подскажите, вы когда его хотите запустить? Слушайте, мы его сейчас создаем, мы вот завтра будем утверждать ТЗ, то есть мы провели КСДФ, написали ТЗ, на следующей неделе мы его согласуем, и после этого приступим уже к разработке MVP. Ну, в идеале месяца за три должны сделать. Супер вообще. У меня вопрос, пожелание к сервису, а вот какой-нибудь там сервис-шеринг, допустим, предусмотрен, о чем я говорю? Например, то есть я тут отдавал сейчас какое-то количество денег за консультацию юристов. Значит, я думаю, что вопрос, который я задавал, он волнует многих стартаперов на самом деле, то есть, в общем-то, если вот возникает вопрос, на него там люди подписываются, что готовы войти в долю, то можно было бы очень сильно уменьшить вот эти вот расходы. у меня вот такая идея возникла. Мне там было важно, как ПСД-2, то есть влияет на работу платформ, то есть взаиморасчеты, то есть контракты. Вот. Ну, в общем, вот думаю, что можно было бы пул собрать и разделить расходы, получив одну консультацию на всех. Слушайте, ну, неплохая идея, но дело в чем, что часто запрос вроде бы похож, но немножко отличается. И, как правило, люди все-таки хотят индивидуальные консультации, вот из моего опыта. То есть деньги тут не имеют решающего значения. Ну, я думаю, что просто, это же в качестве идеи просто, то есть надо какую-то предобработку все равно делать, чтобы из этого извлекать пользу, то есть, в общем, вот как-то формулировать суть запроса из многих уст. Но, по большому счету, я думаю, что, конечно, индивидуальную консультацию это не заменить, но на начальном этапе, вот я когда просто задавал вопросы специалистам, будь то хестеры, юристы и так далее, я уверен, что я спрашивал то, что спрашивали уже сотни раз на самом деле. Вот. И я просто это не нашел, или у меня времени не было найти, или этим никто не поделился, потому что он уже за это деньги заплатил. Вот. Но, значит, есть точно набор каких-то достаточно стандартных вопросов, и мне кажется, что при обширном сообществе можно было быть, ну, действительно сэкономить на этом, заодно создать некий такой цифровой актив по знаниям, значит, который потом можно опять же использовать, то есть, вот в общественных целях. Я об этом подумаю. Спасибо за идею. На самом деле, идей очень много, и вот по мере развития стартап-сообщества появляются все новые и новые идеи, но вначале нужно создать MVP, чтобы не сильно увлекаться созданием большого количества фич. Да, Кирилл, пожалуйста. А, я просто хотел добавить по поводу выбора вообще города. На самом деле, это крайне важно, то, что вы сейчас сказали, этот сервис, потому что можно конкурировать вообще даже не по городам, а по странам, потому что бывает в одной стране один город вообще решает выбор страны иногда, и даже люди, которые приезжают, я сейчас нахожусь в Турции, и живут в рекомендованном городе, но не сопровождаются информацией, в какие места ходить, в каким улицам, может быть, что-то сбегать, но просто имеют кардинально другой опыт, и уезжают вообще из Турции, допустим, и имеют какой-то вообще негативный окрас. И при выборе Франции, Испании, вообще, может один городок там Испании вообще перебороть там все города Франции, которые известны по информации. Действительно, выбор касается далеко никаких параметров там преступности или еще что-то, потому что бывает один город, который, можно сказать, вся страна преступная, один город вообще просто идеальный, там все говорят на английском и прочее, прочее. Поэтому все действительно зависит от информации. Допустим, это провинция, которая была озвучена Артемом, я просто смотрел ее, и такой, вот это да, это же вообще офигеть. Ну, это действительно там и удобно, и это уникально, и вот просто так, кликая по карте, ее, ну, так и не найти. Но с помощью информации, блин, ты столько всего узнал просто, и то есть. Достойный конкурент, блин, всему Провансу, может быть, там, не знаю, из того, что я знаю, по крайней мере, что я набрал французскому, к примеру. Поэтому, да, вот этот сервис, ну, очень-очень поможет вообще глобально выбрать чуть ли не между штатами и Европой иногда, там иногда информация, которая есть. Поэтому я прям восхищен. Классно. Спасибо. Да, но реализовать его будет не так легко. Я вижу много сложностей, но в то же время, раз есть потребность, я позволю себе сказать, я вспомнил, что я рассказал еще про одну фичу будущего сервиса, что мы хотим рассказывать про людей, которые живут в том или ином небольшом городе Испании. То есть мы делаем акцент на малых городах. Барселона, Валенсия, Мадрид, они без нашего сервиса хорошо к себе людей притягивают. А вот именно про небольшие города, небольшим городам нужна поддержка. И на мой взгляд, например, если, допустим, человек заходит в наш сервис и видит, допустим, Артем Артемович живет вот в своем городе. Забыл Артем. Бенни Карло. Да, Бенни Карло. То есть никто про него не слышал. Что за Бенни Карло? Кто там вообще живет? Открывает, о, Артем Артемович стартапер, у него там поля, вот он такой, вот его ссылка в LinkedIn, вот его там в соцсети. И человек такой, да, слушайте, и город хороший, и Артем вроде парень нормальный, если что, мы с ним там пообщаемся, у него двое детей. И вот такие вот люди, которые имеют активную позицию, они будут к тебе подтягивать таких же активных людей. и тогда в малых городах будут формироваться вот такие, ну как, я не знаю, это звенья, не звенья, общины, как угодно можете называть, но мне кажется, что это очень крутая идея. Евгений, пожалуйста. Коллеги, да, и у нас просто идет беседа, если кто-то хочет сказать, пожалуйста, просто говорите, давайте без рук уже обойдет. Да, сейчас слышно? Да, 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 слышу. Вот, ну мне нравятся Канарские острова, Тенерифи. Вот, я там был в прошлом году, ну там есть, как бы, туристические места, типа Лас Америка, есть в горах, городки всякие. Мне понравилось и Котн-де-Лос-Винос. Вот, там фермы всякие, наверху вулкан, можно там, как бы, гулять и вниз спускаться, там красивый пляж. Это там, ближе, на севере Тенерифи, и там все дешево. Комнату там даже можно, по-моему, за 300 евро снять. Вот, а что касается стартапа, то у меня, как был проект, уже давно там, служба знакомств с инвалидами, вот, и сейчас я работаю в маркетинге, на медицинском, и хотел ее переделать, как бы, чтобы производить записи к врачам. Вот, ну, как бы, в этих знакомствах будет график собираться, и какие-то современные способы записи к врачам, там, возможно, через телеграм-боты, запись голосом, рекомендации с искусственным интеллектом. И сейчас я нахожусь в Сибири, у меня был недавно отказ по визе, ну, французской, правда. Вот, и я ищу кого-нибудь, кто может как бы подать на территорию Испании. Как фаундер. Ну, собственно, все услышали, и все, кто посмотрит запись, тоже вас услышали. Я так понимаю, что вы ищете вот тот проект, о котором вы рассказали. Ну, да, у меня уже там готовый бизнес-план, а по медицине как бы еще не готова тема. Ну, там же как бы можно подавать вначале там один проект, например, потом другой сразу. Ну, все так, но, Евгений, мне бы не хотелось нашу встречу сейчас переводить консультацию по получению старта-отвизы. Вот, поэтому, окей, вы сказали, вы можете в чатике нашей встречи указать свой контакт, чтобы люди могли с вами связаться. Вот, и, соответственно, если это кого-то, если найдутся те люди, которых интересует ваш проект, опять же, здесь нужно медицинское образование лучше. Вот, ну, соответственно, никому постучаться. Я так понял, что вы хотите жить на Канарских островах, верно? Ну, мне там больше всего нравится, там, как бы, перелеты там между континентом и Канарами там дешевые, там, может, 2-3 тысячи стоит, ну, и там все время тепло, как бы. Ну, Валентия тоже был, как бы, нравится. Окей, спасибо. Ну, то есть, основной критерий, получается, это климат и низкие цены? да, да, Хорошо, спасибо. Можно я добавлю? Да, у нас много ребят живет, кто получил стартап визу и намада, они все довольны островами, все окей. Там огромный плюс это низкие налоги по НДС, то есть, кто будет заниматься бизнесом, Канары, это реальная тема, но там тоже есть нюансы, надо будет по налогам отдельно там фото консультироваться, мы, честно, не знаем. А по поводу Шенген-визы не бойтесь, не переживайте, можно перепадаться в другую сторону, если Франция отказала, идите в Испанию, в Италию, Греция, сейчас сезон, берите, покупайте, да, финскую, любую визу можете получить без проблем. Сейчас даже вот в Казани, если вы там вам ближе, вот ребят, даже рассказывают, у нас в Казани с 12 числа открыли визу в центр Испании, пожалуйста, можно далеко не лететь, вот, подаваться там, все, у вас есть возможность, не расстраивайтесь, подали документы, отказ получили, нет единой базы по Шенгенам, каждая страна это новая возможность, пробуйте переподавать, все будет хорошо. Да, я вот просто знаю, что в Финляндии можно подавать хоть с территории России, вам для этого Шенген вообще не нужен, то есть, если они подтвердили бизнес-план, то они вам потом, ну, то есть, после подтверждения еще нужно будет одну процедуру провести, но они вот эту карточку чуть ли вам домой, чуть ли не домой присылают, и потом вы с ней можете уже переезжать. Ну, в Финляндии прохладно, но если вы из Сибири, то в целом там климат, дом даже помягче будет. Вот, если хотите в Финляндию, напишите мне, я вам дам контакт нашего эксперта замечательного, и пообщайтесь с ним. Спасибо. Да, ну, смотрите, мы с вами уже обсудили, кто где планирует жить. На самом деле, тоже интересный вопрос, который мне бы хотелось задать, а планируете ли вы покупать машину? И если да, то какую? Новую, бэушную, электро, или там, неважно, бензин, дизель? Артём, у тебя не спрашивают. Давайте я расскажу после главного группы. Хотите? Вчера после, мы входим на муниципальные курсы испанского, платим 10 евро за полгода. В неделю два урока по три часа. Ну, супер, всё это идёт. Значит, Антон мне рассказывает, он такой энергичный очень парень, механик, приехал, здесь работал, это же в Барселоне. Говорит, я купил 2000-го года там Сиат, я не знаю, какой-то, ну, свеженький. Он, говорит, у дедушки с бабушкой простоял всю, ну, 20 лет там получается. 40 тысяч пробег, он просто, ну, там, вот, они его поставили, купили, вот, просто расстоял все эти года. Говорит, я её купил за 250 евро. Машину. Вот, она, да, то есть она, ну, на ней вот только вы, только куда-то там ездили, не знаю, там, на огород и назад несколько раз. Он поменял резин, поменял расходники, там, ещё какие-то мелочи. Короче, вложил там около 400, по-моему, евро, на то, чтобы вот, всё, ожила машина свеженькая, абсолютно. Но, он говорит, я тогда не знал ещё, что вот эти вот все, там, наклейки какие-то, да, класс, там, не знаю, как, разрешённости, или ещё что-то такое, экологичности вот этих вот машин. Он говорит, я начал на ней ездить и начал собирать эти штрафы. Вот. И плюс ещё по незнанию, там, то здесь припаркуешься, то здесь, то там, то там. Короче, говорит, я за полгода набрал штрафов на 2000, вот, на неё. Вот. То есть, он говорит, я её купил за 250 евро, за 400 евро, там, что-то продал, как бы, набрал ещё каких-то расходников, всё её подшаманил и набрал на 2000 этих штрафов. Говорит, плюс-минус, я её продал куда-то, в деревню кому-то, за те же, там, 2 600, 50 евро сработал, говорит, и вот такой вот опыт получил, вождение вот этих всех вещей. Он говорит, поэтому очень важно смотреть, что это за машина, вот, что у неё, какой у неё класс экологичности. Второй мой, одногруппник, тоже с Арменией, семья, он говорит, я себе такой Мерседес классный купил в Германии, дешёвый, говорит, такой, такая пушка. Говорит, ты ездил, ездил на российских ещё номерах и потом поменял на испанский, вот, потому что машину паркую, тут, ну, непонятно было, что-то неспокойно, типа на российских номерах передел. Говорит, я стал на ней ездить, тоже, говорит, ничего не понимаю, спустя какое-то время прилетает штрафы по 100, по 200 евро, вот, а когда ему делали, вот, продавали эту машину, получается, он не прошёл амалогацию или ещё что-то такое, короче, не получил вот этот вот значок, там, не знаю, какой-то, Б, С, Борис, ты, наверное, скажешь, где-то в городе можно ездить, с какой, с какой, с какой буквой, и он, короче, говорит, я всё, машина стоит колом, говорит, я боюсь, камеры не знаю, где меня фотографируют, говорит, везде, со всех сторон, говорит, я просто такой стресс испытываю, из-за того, что вот машина стоит, ну, супер, относительно недорого досталось, там, ну, вот, ездить практически, там, невозможно, всё, он сейчас как-то нащупал какие-то пути, где камер нету, и вот так... До булочной я, а? До булочной я, брат. Типа того, да, он говорит, я просто у него сажусь, покурю, и ухожу, пока... Погазуй немножко, на душу отведу, и домой. Да, поэтому с машиной я тоже, как бы, ну, водитель, вот. Слушайте, на самом деле, это ещё один плюс малых городов, потому что в малых городах нет каких-либо ограничений, ограничения по Барселоне и по Мадриду, в Валенсии тоже, в центре нет таких ограничений, и, соответственно, в Испании достаточно много старых автомобилей, и если ты не живёшь, вот, в этих двух крупных городах, то в целом у тебя нет никаких ограничений. Вот. Но в то же время, постепенно, год за годом, Испания повышает требования по экологичес... к требованиям по экологии, и, соответственно, если машина уж совсем старая, то ты будешь просто платить налог больше. Вот. Ну и потом, в конце концов, ведут ограничения, что ты не сможешь на междугородные, междугородние трассы выезжать, ну, соответственно, далеко не уедешь, а по городу, чтобы ездить и платить высокий налог, это будет просто невыгодно, и, соответственно, пойдёшь менять машину. Вот поэтому я рекомендую покупать всем Теслу. Вот у нас есть Тесла, честно, мы довольны уже год машиной. Это плюс автопилот на трассу выехал без проблем, даже от штрафов помогает избегать, да, там. Дальше. Это в Мадриде, во всём городе, в центре, не в центре, бесплатная парковка. То есть реально оставил машину на синей зоне, ушёл, всё, написано, гартуито, то есть бесплатно. Дальше. Везде въезд вообще без проблем. Оплата, ну, за зарядку примерно нам обходится на 200 с копейками километров проезда. Мы заряжаем на 5 евро, то есть это реально бесплатно. 378 лошадей за 5 евро зарядил, и ты бесплатно практически едешь. Ну, реально, это большое, ну, очень дёшево. Что у нас ещё есть преимущество? Это налог. Ноль. То есть я не плачу никаких налогов за автомобиль, вот, свой. И плюс ещё субсидия, мне должны вернуть 4,5 тысячи евро за электромобиль. Сейчас цены на Тесла снизились, начинается от 39 тысяч, можно взять в кредит, можно взять на компанию, можно взять в лизинг, вообще, без проблем, платить там 10 лет, там, по 200, по 300 евро и пользоваться машиной. Реально, Тесла сейчас подешевели. Я покупал ещё за 53 тысячи евро, сейчас такая же, стоит 49 тысяч. Ещё плюс субсидия будет, то есть круто. Тебе же не выгодно будет бомжную продавать, она в цене упала уже. А я не буду продавать, это останется машина, 10 лет откатаю и всё, детям оставлю, пускай там добивают аккумулятор, я себе что-нибудь другое возьму. Электричество реально тема. Если есть возможность, берите, если хотите купить новую машину, не гибрида, берите электричку. Сейчас много китайцев, много других, они вообще недорогие. Сейчас даже Евросоюз там поднял бунт по поводу этих электричек, типа дешёвые китайские заполняют рынок, у них аккумуляторная батарея даже больше, чем у Тесла, у меня 75 киловатт, плюс бустер это 80 киловатт получается, а китайцы дешевле и у них батарея 100 киловатт, у меня машина проезжает 530 км, а китайцы может 650-700 км проехать и стоимость дешевле. То есть смотрите на электрички, если есть возможность брать новую, брать кредит, брать там лизинг, берите новую, лучше электричку и вообще не будет никаких ограничений, зоны не будет ограничений. Ну, если не хотите поучиться, потренироваться, конечно, рекомендую взять какой-нибудь драндулет, недорогой, за 1000-1500, здесь машину можно хорошую взять за такую сумму. Честно, в Испании много выбора. Такие драндулеты дорого. Дорого поездки стоят. Я вот пригнал свою из России и в Германии переобул на немецкие номера. И вот она у меня год была залочена, вот сейчас она разлочится. И вот после рассказа Александра, конечно, я тоже такой, блин, сейчас я ее пригоню, там опять ее номера, опять на год, а потом фиг его знает, она с 14-го года. Она, конечно, хорошая, мне очень нравится, там, Ситроенцы 5-ый, но а дизель и, соответственно, в Германии тут 300 евро в год минимум это налог. И в Испании я вот не знаю, какой будет налог в этом смысле. Тоже вопрос, как мне ее? Может, стоит ее тут и оставить? Налог на автомобиль он небольшой, я пока один раз его платил, он был что-то 120 евро за год, что-то такое. Вот, это раз, во-вторых, очень многие люди отсюда едут в Германию покупать машины, говорят, что они там дешевле, и потом перегоняют их сюда в Испанию. Поэтому продавать в Германии, наверное, смысла нет. Есть смысл продавать в России, там они дороже гораздо, а вот в Испании, относительно России, автомобили дешевле, точно. Я в Испании обратил внимание, вот в Валенсии, прям много побитых, как будто бы, там все паркуются, прям вот, вот так вот, друг к дружке. То есть, в Германии все гладенькие, намытые, аккуратненькие, ровненькие, а в Испании все вот бамперами, по ощущениям, я вот прям думаю, о, мне сейчас там подровняют ее. Это так? Это так. У меня есть запись уже, я уже записался, у меня страховка типа аналога КАСКО, она дорого стоит, там я плачу 1700, ну, 1800 евро за год, ну, полностью, без франшиз, без ничего, и я там набрал всяких этих царапин, там, всякие, не я, меня, да, там, кто-то где-то зацепил, я вот записался с 26 по 1 марта, они там мне будут и диски чуть-чуть там полировать, и это, и все, за мою страховку решил сделать за 5 дней, они будут чинить, там, и там кто-то поцарапал, слева, справа, у меня везде есть, вот если есть возможность, конечно, берите полную страховку, потому что здесь вообще нам машины забивают, честно, не парятся, даже новые машины, здесь уже поцарапанные, прилизанные была, все, смотришь, там, через месяц, два уже там царапинки, и вот, кстати, царапают их вот эти драндулеты, которые за тысячу, за полторы тысячи евро, потому что им нечего терять, им все равно, но у тебя страховка, если ты пошел сделать, или даже сделать, на самом деле, машину недорого, ну, чинить, чем, вот у меня друзья знакомые рассказывают о Франции, в Германии, гораздо дороже автосервис, вот я просто пошел, ну, после длительной поездки, решил просмотреть эти, ну, развал схождения, хотя машина новая, ну, 10 тысяч кмэн, проехал, и в итоге у меня там уже накаталось типа 25 тысяч кмэн, я проехал, и без ТО, электричка без ТО можно, без проблем, я пошел, по-моему, я заплатил за развал схождения, посмотрели все четко там, переобули, ну, сделали ротацию шин, лево, ну, как перед, зад, и я заплатил, честно, по-моему, 25 евро, что-то такое, за развал, за, ну, ну, вот это шины поменяли, то есть реально мини-техосмотра, такое 25 евро, я считаю, что это очень дешево, в России я бы столько не заплатил денег, честно, то есть здесь, переобуться мне стоило там тоже, там, что-то, дырку задел, там, 10 или 7 евро я заплатил шиномонтажки, реально дешево в Испании. Я 100 евро только за то, чтобы обуть резину отдал, просто вот в Германии, привез, купил новую резину, и снять старую, ее, как бы, в утилизацию, то, что ты же не можешь ее просто в помойку засунуть в Германии, ее надо обязательно оплатить в утилизацию, 100 евро, просто переобуться. Слушай, но здесь, если ты покупаешь новую резину, то тебе бесплатно перебывают. Ну, никуда они старые шины девают, я не знаю, возможно, что они сами решают этот вопрос. Бесплатно, а если покупаешь, вот ты, я смотрел на Амазоне, там, ну, на онлайн-сервисах, там, резину покупаешь сам, приезжаешь, мне вот, ребят сказали, переобуться, тоже около 30-40 евро максимум будет, хотя это Тесла, большие там размеры, большие это, на маленьких машинах, еще дешевле, и такой сервис приличный, то есть, не какая-то шарашка, прям, приезжаешь там, по записи, и все, там, оборудование современное, то есть, ребята просто, ну, может быть, у меня небольшой город, хотя у них постоянно какая-то очередь, постоянно движуха там какая-то, да, вот, и я посчитал, что это недорого, это реально дешево. Что машины, что зубы, все удивляет уже. Испания, она редкость, действительно дешевая страна, Абрам, если у тебя даже нет каких-то средств доходов, то ты ему точно можешь себе позволить основные расходы, и будешь чувствовать себя абсолютно комфортно. Правда ли, что ее нужно в течение 60 дней обязательно на номера перевести, чтобы растаможку не делать? Это кто не в курсе? Полгода. Полгода? Да. А, ну, тогда окей, потому что я где-то в мельком, что нужно. Слушайте, на самом деле, лучше, если уже переехали на постоянку, лучше сразу этим вопросом озадачиться, вот, но очень многие так делают, и как-то оно легко решается, но опять же, я, у меня есть приятель, который в Германии купил, правда, новую BMW, привез ее сюда в Испанию, и здесь поменял номера, то есть, когда вот уже переедете сюда, ко мне постучите, дам контакт, пообщайтесь с человеком, ему какой-то украинец это все сделал. Ну, клево, да, но там все упирается в то, что нужно прописаться где-то, а я не уверен, что пока я там туда-сюда, два месяца... он тоже живет в районе Кастильона, это я про Алексея говорил, Головизина, у него нет прописки, но номера он поменял. А, слушайте, это прям интересно, да, потому что я боялся, что я в это упрость. Ну, или в целом напишите, я там контакт, вы пообщайтесь заранее, будете знать, что делать. А мы как-то, проанализировав ситуацию тоже с транспортом, решили, что для нас, например, самый правильный выход это продать в Москве машину, поменять деньги на евро и купить уже там на месте какую-нибудь электричку. Очень правильное решение. Договор купли-продажи показать в банк, это будет источник происхождения денег. Шикарная история. Кто-то еще хочет поделиться? Артем, вы купили уже машину? Нет еще. Я экспериментирую с разными способами и двигателями. В данном случае я тоже примерно как по предыдущей схеме, как Алексей говорил, у меня была мысль продать в России и купить здесь что-то. Но пока я не пришел к окончательному решению по этому поводу. был период, когда я арендовал машину под то, что мне нужно и много на арендованных ездил. И сейчас изучаю общественный транспорт. Дальше у меня по плану все-таки еще долгосрочная аренда, которая на несколько месяцев и так далее, потому что мне кажется, это тоже вариант хороший. И уже после того, как я его попробую, для этого мне нужны испанские права. Прав у меня пока нет, это еще задача следующая. Ну и соответственно, тогда уже думаю, что нужно будет делать выбор. То есть арендовать в долгую или приобретать, или там в больших городах общественный транспорт плюс каршеринг, мне кажется, этого более чем достаточно. поэтому тут вопрос достаточно комплексный. Коллеги, я вынужден отключаться, поэтому пользуясь случаем, что мне выпало слово, хотел поблагодарить всех за прекрасную интересную беседу. Вот, Борис, вас особенно, за то, что собрали нас всех. И вот до следующих встреч с большим удовольствием присоединюсь онлайн, а офлайн так вообще. Так что до связи, до встречи. Спасибо большое, Артем. На самом деле, коллеги, я думаю, что нам тоже есть смысл потихонечку закругляться, потому что я вижу, у меня уже младший сын ушел спать, надо ему сказать, спокойной ночи. Мне кажется, что встреча получилась. Как вы считаете? Определенно. Да, вполне. Спасибо. Это зависело от вас, все были открытые, радушные, каждый делился с информацией о себе, о своем опыте, и поэтому у нас получилась такая теплая душевная беседа. Если есть возможность, напишите, пожалуйста, в тех сообществах, в которых вы состоите, стартап-виза или виза цифрового кочевника, о том, что вам понравилось, это важно, потому что люди читают вот такие комментарии, чтобы в следующий раз было еще больше людей, было еще интереснее беседа. Ну и, конечно, я надеюсь, что каждого из вас мы увидим здесь, лично, оффлайн. Ближайшая встреча, как я уже говорил, в Барселоне 26 февраля в 5 вечера. У кого получится, буду рад увидеть. Артем свою тесту показывает, да? Что? Артем свою тесту показывает? Да, да, да. Кстати, продает, да? Всего за 39 тысяч. 99. Нет, Артем с ней не расстанется, ни за что, будет ставить с ней рекорд долгожительства и пробега. Желаю всем, кто хочет купить автомобиль, пусть его купят, кто осваивает общественный транспорт, осваивайте. В Испании здорово передвигаться по-разному. Главное, мне кажется, это быть в Испании. До новых встреч, хороших выходных, пока. Спасибо, Борис. Спасибо. До свидания.